Итак, добрый вечер. Мы начинаем сейчас очередную трансляцию стрима по арту Нелико. И первое, что мы видим, то, что у нас такой проклятый тварь. Умрите. Итак, на предыдущем стриме мы остановились о том, чтобы пойти в Лакру и дать пинка Соньке, которая слишком много себя вообразила. Но это, скорее всего, просто миновать Чезаря, который реально окренел. Но это просто потому, что у него читаться забрали, кто его знает. Итак, Лакра. Проклятие, он не открывается! Здесь есть какая-то защита, да? Амри, что мы должны сделать, чтобы использовать его? Извини, я не сильно много об этом знаю. Я знаю, как мы сможем это сделать. Давайте я попробую. Да? Пожалуйста, вперед. Понятно. Тогда отойдите-ка подальше. А? А? Это снова происходит. У кого же она научилась? Жакури, что ты делаешь? О, я просто... Эти... Цепи, да? Питание, да? По-моему. Да, я, короче, сожгла цепи... Эээ... Нет, это... Сейчас. Сожгла, сожгла такой. Да не-не-не-не. Не питание, блин, а... Минутку. Просто цепь. Все как это просто цепь. Схемы, вот что это такое. Все, вспомнил. Даже не прошу спрейгугл. Итак, я сожгла схемы питания, да. И которые использованы были для механизма замка этого лифта. Теперь мы сможем его использовать. Какой... Силовой метод работы. Хе. Ну, это не та ситуация, где нам приходится что-то выбирать, да? Давайте отправляемся же скорее. Да, кстати говоря, Good Game вчера не работал, но это, оказывается, почему? Потому что кто-то из них, либо ребята на Кибере, либо ребята на Гуглея, пострадали большой фигнёй. И мы сейчас банально поменяли паски, да? Вот, стримнейм. И... Удивительно, теперь всё заработало. Вот, то есть это и Кибер построил фигнёй и что-то его попортил. Или Гуглеем в текушку поминал. Да. Но я подозреваю, что скорее первый, на самом деле. Эй, Амари, а что вообще такое Лакро? Ну, для меня это была всего лишь система, которая... Эммм... Господи... Как это надо сказать? Отслеживает IPD. Отслеживает, да. Ты всё время знаешь, возникает слово... Возникает слово, детектирует, детектирует, брендж. Да. Отслеживает IPD и направляет приказы по поимке. Это ведь какой-то, наверное, древний, огромный технологический артефакт. Но вообще-то это просто девушка. А? Хм... Ты сам увидишь, когда мы туда доберёмся. Да, Лакро не что иное, как девушка. Соня. Я не люблю называть её Лакрой, реально. Это реально Соня. Что? Это песня. Буквально один момент, и они бы уже встретились. Нет, это не может быть возможно. Что? Что? Что случилось? Это песня. Это гибернация. Что? Тогда метафальс? Он же просто исчезнет. Кстати, Клоша до сих пор чувствует себя в порядке, несмотря на то, что идёт гибернация. Вот. Ну ещё и Кокона чувствует себя относительно в порядке. Не, ну Кокона там уже почти всё, на самом деле. Вот. Но Клоша, как видим, как мы видим, она, в принципе, ничего такая пока работает. Значит, земля начала разрушаться. Нет. В этот раз разрушится действительно всё. Мы должны остановить эту песню. Может быть, её поёт Леди Фрелли? Но где? О! Да, я видел. Уже на этот раз увидел Леди Фрелли, а что-то в прошлый раз даже не заметил. Угу. Да. Белл Страйк Холл. Она сейчас находится на Белл Страйк Холле. Видение, которое я увидела на Эшафоте. Это действительно была верхушка Белл Страйк Холла. Белл Страйк Холл. Но если они на самом верхнем этаже. Если мы пойдём пешком, мы не доберёмся туда вовремя. А! Девятый лифт! Это... он должен нас заставить прямо туда. Активируем же его. Отправляемся. Да, теперь можно использовать лифт 9, который идёт от Тельмины прямо до Белл Страйк Холла. Откуда ей знать? Кому? Клошу. Он докрыт был. Но ведь она наверняка знала. Она же всё-таки Дева. Он 400 лет был печатан. Она вообще ничего не знает того, что знали Дева. 2 IPD. 2, Паша. Сейчас. Это должно быть? Это должно быть 3. Но это не страшно. У нас всё равно получается 8, а не 7. На одну больше. Видимо, какая-то всё-таки рандомная. Да? Потом посмотрим. Как бы то ни было, у нас всё равно на одну больше. Это всё равно плюс. Всё успешно. Так, что у нас здесь? Это ты в Лакре, да? Да, я в Лакре. А, ну здесь не двух, правильно. Открой список IPD. Да не сейчас, потом. Открой. Проверю. Вот. 82, 91, 86. Посмотри. Сейчас. Они меня атакуют. they're in the middle of the game. Ну, это неправильная. Ну, это всё так. Ну, хорошо. Ну, ладно. Пожалуйста! Поехали. Поехали! Попробуйте. Попробуйте. Девочки! Попробуйте. Что ж такое? Надо Мари, короче, переделать гард, у нее, по-моему, только два плюса стояли. Да. Да что ж такое? Я что ж не очень. Я, скорее, запрещено убивать гармоники под эту песню. А, ну, ладно, ладно. Да, я так говорю. Да, ладно. Браво. 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 Умай. Умай. Макасу декори. Ятте миселю. Что ты видишь? Хорошо, спасибо за эту песню. Я буду. Микросфера... Дип Анзия. Так, здесь была временная аперосфера, да? Гераксин. Так, Паш, какие тут противники под номерами? Сейчас скажу. Давай. 10. 29. Погоди, 10. Вижу. Дальше. 29, да? Да. Вижу. Дальше. 46. 46 секунду. Нет. А, это ангелы эти, черные. Так, дальше. И... 74. Двоих не хватает. 70? А, нет. Двоих не хватает. 74 это Анзеро. Ага. Нет, 74 это старики, скорее всего. 74 это Анзеро только что ты его увидел в конце. Ладно. 4 уровень упадет очень быстро. Номер 82. Горды нет. Мендуем. Вау, ибо. Хорошо. Удачи! Да! Удачи! 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 Т�убь. Заберите! Удачи! 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 Скоро bana утопить! Удачи! Удачи! Зам minority! Мозово! Не да ,- Удачи. Удачи! Удачи! Ха?! Так-так, сундук вижу! Прямо на севере. Здесь у нас Друппи Сода. Та-ак. Так, прям с правой. Вот ангела вижу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok DimaTorzok 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 одна идейка что мы сюда пришли того чтобы отступить да ну можем остаться сделать и ничего не делать я просто знаю метод который принципе нам поможет так про замолкни и слушай что те говорят умные люди хорошо мы сейчас бы сейчас пока отступим а ну-ка остановитесь куда ты попер дебил капец просто я с них поражаюсь этих ребят из священной армии они все идиоты ну кроме некоторых да погоди нет нужды их преследовать но вскоре произнесет вознесение скоро будет завершено и они уже не смогут его восстановить неважно как они будут стараться и что самое главное если ты будешь сражаться с ними и умрешь ты не сможешь уже добраться на метафалике дастер осел ей богу идиот ты не идешь честер я всегда доверял тебе до тех пор ты был добрый и заботливый и всегда хорошо относился к мне когда мы потеряли своих родителей вот почему я сначала вот почему я начала тебя любить нет я все еще тебя люблю но вот почему я хочу сказать это вот так стоп но вот я хочу это сказать то что ты сейчас это делаешь это полный бред почему и почему что с тобой произошло ты сказал что мы очистим эту землю от болезни и педи и ты также также сказал что мы создадим землю где все будут жить в мире я не сдаду я слишком тороплюсь реально я не заду так стоп я не собираюсь сдаваться до самого конца и потому что даже если ты уже сдался я не сдамся сдалась если ты уже сдалась да да похоже на то будто бы саму время остановилась похоже что большинство людей уже не находятся в своих он сказал что люди сами решили это интересно эти люди действительно приняли свое существование виде духовных существ у вас нет времени отправляемся в магазин погружения ну как мы видим на теру и на пол теру это не влияет это очень удивительно это совершенно не влияет да это удивительно потому что на самом деле должен не совсем не я думаю что они не отличаются ничем это понятно но я думаю что понимаешь теру они все-таки немножко другая раса да может быть когда все как-то по-своему сделано тем не менее не по всему на теру и тех кто есть кровь он влияет на всех не на всех да может быть просто нет может быть еще в том плане понимаю что у лилиан слишком сильная воля чтобы она это может сопротивляться гибернации да то есть например кро вот эти вот же ребята да они же не попадают под гибернацию хотя они еще понятно почему мир не попадают не ну вот например кро там и мари и там лекарь из ари попадают гибернацию да ваш то есть у них слишком сильная воля они не принимают этой поэтому они остаются на месте а у меня напугали я думал что здесь уже не осталось нормальных людей ты вроде как все все еще порядке что я уже хочется спать да вот и судим асинь человеками да не уж тоже хочется спать да вот но я же говорю это то не зависит того насколько сильно твоя воля вот если твоя воля сильна ты выдерживаешь гибернацию поторопимся же я хочу чтобы вот ты сейчас провела погружение все нормально да конечно в кого между кем кого-то что будете погружаться в эту маленькую девочку ну это же невозможно слушай тебе не будет лежать никакой ответственности потому что всем пофиг на данный момент и разве ты не сказала что все будет нормально давным-давно я была находилась под заключением столетиями вот три версии было заключено в среде была заключена вместо вместе под названием от справа и боли тесто не мурики я думаю это то самое место которое честер называет память я не знаю что там происходит памяти инфе кира я не знаю что там происходит памяти инфе кира в тоси на герону скилл а сейчас мы все еще не делаем но если моя теория верна это должно восстановить вознесение и что ты хочешь этим сказать удачи у вас и танков чок не у него но это вообще-то это срочное дело срочное дело поэтому я буду с тобой откровенно честна кукол на космосфере не дайвешь тюкань тске и мы войны и я сейчас погружусь в космосферу коконы и сломаю ее граничные врата чтобы добраться до цифрового поля напоминаем что пограничные врата это собственно врата внутри космосферы каждого ревотела а за ними находится непосредственно цифровое поле башни и вот это вот пограничные врата и вот это вот башня внутри космосферы ничто иное как связь с сервером непосредственно да вот и соответственно мир хочет сломать вот эти вот пограничные врата чтобы собственно повод этой вот связи да по трубке которая соединяет ревотела с сервером отправиться прямо в цифровое поле интеллектиры но разве пограничные врата да это врата с помощью которых ревотел поддерживает свою индивидуальность граничные врата взрослого ревотела невозможно уничтожить но если ревотел все еще в таком в детском возрасте да есть возможно что я смогу уничтожить их что ты чё шутишь что ли невозможно пережить разрушенное разрушение пограничных врат и дайте дайву а джу санса и у сегите карта в цена на ю начнем с того что погружение но вообще-то начинается 13 лет в других случаях помимо ревотела дайвер тоже рискует своей жизнью но это я прекрасно это понимаю но у нас нет других способов попасть в травое поле за столь короткое время все остальное уже сказала лилен да вот и все я кокона кокона ты пришла в себя ты в порядке кокона эй кро просто используй меня что ты такое говоришь я все равно не выжил и лучше я помогу тебе чем тут просто умирать и может быть это спасет меня и других айпиди людей по стали и рима и может быть это спасет даже всех в этом мире но успокойся извращенец эй кро пожалуйста погрузись меня я хочу чтобы ты погрузился в меня но я буду вынужден уничтожить твои пограничные врата если я это сделаю то что с тобой случится кстати кокона по-моему единственный ревателла который пережил по разрушению пограничных врат и восстановила их по сути с нуля да и восстановила их по сути с нуля да вот я понимаю чем дело кое-кому врата разрушали с другой стороны аурики причем кстати в гораздо более зрелом возрасте так что ну с другой стороны наверное это легче сделать это к тому что судя по всему несколько завышена опасность ну как бы да но тем не менее если уж так говорить тогда ну вот в принципе это такие два уникальных случая на самом деле те случаи сами по себе уникальные но просто они завышают реально опасность нет это просто мир болтает о чем она не понимает ахаха да я просто не могу разбирается хорошо боже мой я в реватологии понимаю лучше чем она да конечно все да а ты еще лучше поэтому потому что ты третью хотя бы читал а я еще нет нет там еще особо нет вот и все пашка вот значит мир можно отправлять в шкаф я просто не могу и не могу этого и не могу этого сделать если это ты то это нормально я не буду возражать если ты будешь тем кто сломает эти врата ну просто аллегория жили метафора они просто сумасшедшие вообще аналогии бешеные просто да напротив да да here сейчас они ментально к этому подготовлен потому что это чрезвычайно опасно можешь лишиться пальца но если ты чувствуешь что кокона так важна для тебя если он когда действительно принят при примет тебя ты должен будешь уничтожить да у тебя должно получиться уничтожить эти врата как только ты войдешь в цифровое поле ты идешь лакру и дай ей в рожу ты короче какой-то вот я не знаю что победить это слабо звучит он должен вытереть лакры пол должен взять короче лакру вот-вот за лицо до зубы и длинные белоснежные волосы и используете половой тряпы обращай внимание 11 лет и так паш пора переезжать другую страну там будем стремить нормально куда-нибудь зимбабве слушай кстати у тебя спички есть там нужно будет глины там спеки жну делать да даже если она невинна ты должен будешь ее убить ты будешь ты готов на это это не кота саку не стременно как коконова мучил конусы кайзинга говорим ты что меня не слышал что ли если ты ее не прибьешь кокона и и конечно же все остальные метафальсе все исчезнут да я понял все будет нормально управляемся же тогда хорошо я оставляю все остальное на тебе что это за сента за сенсация нет чувство ощущение ощущение да значит моя правая ступня будто вся горит и моя левая рука она вся чешется а и меня что что-то укусило за левую руку что это что это за ощущение но совершенно очевидно что космосфера еще не сформировалась дает коконы она только только формируется это прекрасно видно начнем того что не прошло там достаточно времени как вообще как рыба от него пробудилась до кстати алиске долго уже не видел на самом деле давно еще алиску долго долго не видел говорю ничего не поделаешь еще долго не увидишь да так вот почему говорят что погружение в не взрослого в ревотела опасно у меня даже нет ощущения направления в этом мире разве это вообще можно назвать миром то у сенток на куклу на море мой на и на ай пиде него куклу на море на и найду и ты так это и естественно и естественно здесь нет стража разума говорят что эпиде их нет и я полагаю это правда или туру сайсон зайдак это кости миле то саби си мундана нашел о чем нашел о чем рассуждать да вот когда они здесь они довольно раздражают да их нет довольно одиноко кюка ему сагаса на это я должен найти пограничные врата то и тем что-то появилось это мир это флэшбэк так но здесь короче сцены изначально игры что вот тут после собственно первой самой миссии да под пролог да кровь возвращается и они идут за покупками это миссия когда они в особняк клоши идут здесь кокона говорит что хорошо бы мне быть деватейлом да ну смотри блин надо было следить за языком кокона да ну и здесь уже это повторялось много-много раз даже в инвесфере клоша когда они знакомятся с лукой и коша такая сразу ах ты шлюха и вот тот момент когда лука неожиданно видит кокону в плохом здравии высок как они отымели священную армию в лесу когда встретились леглиусом и вот собственно пробуждение и увидев айпи дик кокона я говорю кокона тогда в то что есть повторяла чувство клоши между страх одиночество и так далее это реально чувство клоши были не только клоши вообще мы обсуждали почему собственно пиди резко берсерки неожиданно подались да слушать сейчас это сейчас объясню да вообще-то было множество факторов таких которые повлияли на следующем стриме меня прям все хорошо да ну окей пашкак скажешь я послушал тебя вот собственно если они возвращают коконы из лаборатории как нам то у нас на и кокон уберите свои грязные плапы от кокона сукку дэмидо и ему клюшими мудрец таргана начинает свою великую проповедь о том что мы все в нем духами все будет хорошо и после этого кло кро его и вытирает пол белл страйкова потому что он не согласен с его мнением ахахаха но что на скрышки кокона соответственно падает изниможение просто идет губернация потому что трейли нечего делать как да легко героин и она явно не выдуковать героин паш и опыки совсем недавнее событие которое только буквально пять минут назад произошло вот кстати все таки вопрос метод химия грандзораспея он возник после этого до его или после другого нет после инфы нет есть нет нет на конкретно по этой песне есть инфа паш вот конкретно по ней абсолютно да так и написано что после кро дайва крово да да ну неизвестно этого или нет известно так и написано прямыми словами почитай ладно я читал вот как раз неизвестно только желтали идет не только что а буквально когда читал ночью ага ну то есть давно окей если ты там поменять уже успел конечно а на вики что ли да да нет ничего делать нечего эй почему на этой земле рождаются ай педи что за благословление мы получили нас ненавидят и боятся люди нас нас стреляют всякими нейтрализаторами отправляют в карантин и наконец-то уничтожают в чем смысл в наших жизней мы нежеланные дети этого мира это неправда кокона ты никто тебя не заменит для меня я рада что ты можешь это говорить я больше даже не могу вспомнить как тебя зовут но я чувствую твои чувства буквально да и я знаю что я важна для тебя все моя все мое я принимает твою любовь твою теплоту я чувствую как она покрывает меня так что по крайней мере до самого конца я хочу но я не могу язвать хочу быть полезны для тебя скорее не до конца я тело дэн до конца ну ты да где пожалуйста уничтож эти врата по-моему он целиком перестарался когда кроу спил магию свою да он с пулеметом выстрелил уже очевидно о боже это лакро терпеть могу эти вуали ненавижу такая такая мерзкость мерзость вот серьезно ты лакро человек в таком месте ты меня удивил ну собственно можно сейчас прямо сказать что все вот эти вот индикаторы обиди которые мы используем это не что иное как работа сонки да непосредственно но это она делает все вот а тут же самый голос который я привык слушать пожалуйста прекрати реформатирование и медленно я не могу этого сделать так 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 понятно тогда я сам это останавливаю тюкок истинок он хикарин таба на на активе вот собственно говорит что предупреждает его что динамические аж волны фрелии сейчас текут через этот свет то есть фрелия поет гибернацию таким образом используя динамические аж волны и если попытаться остановить процесс пока идет гибернация то он убьет фрелию и остановить динамические аж волны тем самым убьет и душ людей которые переносятся через этот свет нет нет не должна не на самом деле сонька вполне себе нормальная адекватная просто честер идиот вот и все вот правда вот просто честер он реально кретин и он ей задурил голову немножко реально что что очень жаль но ты здесь умрешь и попрощайся с коконой растяжком не ни ни ли ни ни ли Ужасный был. Тяжелый просто. Я еле вынес просто, вообще, вот еле-еле. Ты не сможешь это остановить, неважно, сколько раз ты попытаешься. Так что, может, прекратишь вмешиваться в эволюцию человечества? К слову, если быть откровенным, то, убивая всех этих IPD, Сонька и себя убивает. Вот. Между прочим, она это прекрасно понимает. Ну да, так много кто понимал, что он такое делает. Да. Итак, неважно... Ой, блин, сейчас. Неважно, какую-то тут прекрасную, распрекрасную речь мне вот сейчас вот будешь говорить. Это не изменит того факта, что ты убиваешь тысячи IPD. То, что ты делаешь не что иное, как геноцид. Колокост. Да, и из этих слов я могу чувствовать другую сторону. Какую эмоцию из глубин твоего сердца. Что ты хочешь хотим сказать? Что ты хочешь хотим сказать? Ну, вообще-то, самые несчастные люди, это те, у которых, которые с кем-то существуют в глубоких отношениях. О чем ты говоришь? Если бы Кокона была в порядке, ты бы все еще рисковал ее и своей жизнью, погружаясь в нее. Но... Конечно, нет, все бы на корабле у него взялся в себе. Ха-ха-ха. Альфман был прав. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Но люди не могут и жить дальше, без этих шрамов. Почему? Но люди не могут жить не строя эти отношения. Да, не... Не... Ну, не строй, а... Речь шла не про шрамы, а про отношения. Ну, вот как бы, да. Билдинг релэйтингшип. Не строя эти отношения, все, действительно. Почему? Потому что необходимо... Это необходимо для жизни людей. Если бы тебе не нужны были другие, то вы не сможете жить в глубоких отношениях. Хайбанэйсона будет реализовать это. Если бы тебе не нужны были другие, чтобы жить, ээээ... Стоило бы строить эти отношения? Вот почему... Эта, вот эта... Этим и занимается гибернация. Она делает это реальностью. Ха-ха. И никто больше не будет чувствовать боль от утраты своих любимых. Например, так же, как ты сейчас. Я вообще не говорю о том, что произошло с тобой сейчас. У тебя должно быть множество шрамов, которые ты пронес через жизнь. Или я не права? Как только ты вознесешься в память и станешь духовным существом, тебе больше никто не навредит. Когда ты будешь там, ты медленно поправишься. Слушай, а у Акра, у Сони, в случае мне это... Не кари фамилия? Ты что хочешь сказать, что это... Ээээ... Инструментаризм. Это плагиат. Нет, это, короче, это, сейчас... Комплементация. Комплементация, да. Это... Как это называлось? Проект этой... Проектом Комплементации Человечества, на русском переводе. Да. Действительно. Хе-хе-хе-хе. Инструментаризм. Вот, вспомнил. Это по-английски. Да, инструментаризм. Инструментаризм. Так, даже сейчас люди уже исцеляются и... Отправляется в их собственный рай, внутри Инфельфиры. А вот и Клошу. Есть предположение, что она последняя пиди, кто так долго держалась. И это правильно. Так и должно быть, на самом деле. Леди Клоши, что случилось? Сдержитесь. Ну, знаешь, перспектива Луки остаться единственным норматом Риватейлом на Метапальсе после всего, да, Паш? Это что-то не очень, да? Ой, суп тоже все. А суп-то почему? А потому что он связан с Энфельфирой. Ну да, вообще-то. Суп, даже ты просыпайся. Не оставайте мне одну. Фак! Клоши-сама! Я не Клоши, суп! 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 Нет, ты не права. Это не рай. Нет, ты не права. Это не рай. Террорист. Ха-ха-ха-ха. Если коротко, террорист. Ха-ха-ха-ха. Однако, население не возражает. Ты крайний материалист. Да. То есть террорист. Ха-ха-ха. Однако, судя по всему, население не возражает против Вознесения. Как ты можешь такое говорить? Как ты можешь такое говорить? Не важно, что ты там придумал своими принципами, но реальность такова, что многие люди уже приняли гибернацию. Но... У тебя тоже множество шрамов на твоем сердце. Разве не будет не лучше их все стереть? Это будет время для тебя. Я для тебя, пожалуйста, очень важно. Для твоего сердца, да? Как-то странно звучит. Паш. Сейчас, сейчас, сейчас. Продолжение странно звучит, понимаешь? Оно начинается вроде кубичное. Это век, там, заботы, да? И тут же приходит в какую-то более улокальную среду. Типа для твоего сердца. Нет. Это век забот о своем сердце. Пожалуйста, цени себя. Да. Ради самого себя. Да, ради самого себя, да. Умрел твой сердце. Цени тебя. У меня такие же шестеренки в электрическом чайнике. Клоши-сама, шикари. А то еще немного. Дяди Клоши, держитесь. Мы почти добрались до холма Метафалики. Они даже не дали мне нажать кнопку X, гадяи. Это Микогими. Что это? Что, что, что? Кто у нас тут? Леди Девы. Я рад, что вы обе в порядке. Че ты понял, что? Я рад, что вы пришли сюда, чтобы встретить свои смерти. Ну, что, как бы, люди не могут жить сами. В настоящее время люди не могут жить сами. Они должны общаться с другими, чтобы жить. Ну, как бы, общество, да? Они должны общаться с сотнями, нет, тысячами. Они должны общаться с сотнями, тысячами раз во время своих жизней. И это, почему? Это для того, чтобы жить. Что? С меня хватит. Дропт. И почему? Потому что они живут. Дропт. Серьезно, это крайний аутизм. Это просто, вообще, чистейший. Но, если что-то, если ты живёшь с одной человеком, то не случится. Каждый, не нужно не забывать. Так что, если ты не думаешь о том, что ты не можешь, так сказать, так сказать, что ты не можешь жить. Ну, в общем-то, это коллективное сознание, да? По сути. Она пропагандирует, да? Ну, не совсем коллективное, на самом деле. Не совсем комплиментация. Как бы, да. Ну, наоборот, как-то. Это совсем коллективное собрание, то есть, это, по сути, короче, это фигня. Тут, на самом деле, наоборот, каждый живёт своими снями. Да. Без общения с другими. Да. Тут, наоборот, всё же. Но если бы они вознеслись, больше не было каких-то диспут... разногласий. Это... они были бы невозможны, потому что, в общем-то, общение перестало бы быть нормой. В общем-то... Да, возможно, это правда. Если бы ты не жил с Коконой изначально, ты бы не почувствовал такую боль. Почему вы встретились и почему вы начали жить вместе? Первое. Потому что ты был рыцарем. Ты должен был жить, и... для комфортной жизни тебе нужна была, собственно, зарплата. Для чего? Для себя. Для чего? Для себя. И для тех, кто дорог тебе. Ну а, и двое. И два. И два. И два. То есть, ты... ты не будешь жить вместе с какими людьми. Потому что ты... в то, что люди не могут жить сами по себе. Если бы ты считал, что... кто-то живет вместе с какими людьми, то... ты не был с Коконой. Так. Если бы ты считал, что... каждый бы... смог жить... сам по себе, ты бы не заботился о коконе на зенера анатона маму ты одинактену как у нас а вот ты бы думал по-другому ты бы думал что как она могла бы жить без твоей защиты ты права вот что гибернация сделает реальностью то что гибернация сделает реальностью да еще раз то кровь попугай господи хватит люди успокойтесь а перестаньте то что гибернация сделает реальностью вы не задрали все кружу а его неси свой да это даже переводить не буду надоели реально ой я здесь но и звала и ну и правильно внешне целлофан что это невозможно нет ничего невозможного глупый тарганишка она остановилась кро очнулся да здоров кроза бром утром вот чёрт сейчас или никогда как бы как она вот плохие негативные эмоции они возвращаются обратно фира беги скорее беги это место анония кокуна 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 så скокок ука не ели на ул си бояisson ул с его коками ее разом суди по всему все еще не разрушился но похоже что инфельфира очень сильно пострадала поэтому сейчас она в коме паш да да ну-ка напомни мне аббревиатуру не напомни спектрум я не помню реально серьезно но тоже не помню не помню это было кстати говоря вообще-то это в реальном мире есть такая фигня да как этот эксперт спектрум да нет нету есть спектральный анализ но это не то да это что-то фурье чё-то там насколько я помню фарс фурье трансформ до быстрый при образовании фурье да вот и собственно вот это вот то самое спектрум она близок близок к нормальному к нормальным условиям такая же волновая форма форма как и при глубоком сне это означает что не было никакого смысла в этом погружении конечно было ты же остановил лакру все сейчас возвращается к нормальному состоянию но как она она давайте же отправимся в лакру если реформатирование происходило там то мы должны мы можем сейчас если это произошло там то мы сможем его сейчас процесс процесс да паш мы можем его повернуть обратно скажем обратить обратить обратно да обратить корейдин у меня на синтем у на ну или можем остаться за прям в этом магазине но тогда мы не продвинемся ни на шаг хорошо я здесь все время в отключке леди фреля и лицом в пол да и лицом в пол вот она великая богиня да сразу помда 400 лет все вот это вот попытки грампелла 400 лет наш рай все все это коту под хвост я надеюсь что ты готова сомневаюсь что ты сможешь сбежать неся на себе эту девушку нет или может быть ты бросить еще и сама сбежишь а что ты пытаешься сделать я может быть и не обладаю даже десятой частью смелости леди кровь клоше я убегал от множества вещей своей жизни но в этот раз я не убегу я защищу леди клоше хорошо сказано вот как должна себя вести настоящая дева хамура опа на рогатая чму ты шун шуни шуни the fuck ладно шуни что это лука говорит да о боже да я говорю the fuck шуни я думал а ты умер эй это довольно грубо я должен был просто реконструировать свое тело да хотя в прошлый раз меня побили довольно сильно и поэтому заняло больше времени чем я думал что давно не виделись таргана и что божественный посланник хочет такое нас от нас такое время извини но я сейчас забираю богиня обратно в то место где она нужна да то место где она должна быть да в том месте где она должна быть то есть на свою тарелку ваш передай соль ха 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 нет ха 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 ладно да перец на худая конец ну чё он такой жадный а ха 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 да печально но похоже у нее не кажется не совсем не осталось сил у нее закончилась энергия проклятие и что теперь с договором договор может быть ты спросишь раки насчет этого договор не, не слышали да, она вообще-то договором занималась сама у меня есть только одна миссия защитить леди фрелию договор, чо? ну что ж, Лука, отправляйся иди, с миром все ждут тебя в комнате с лакрой спасибо а, фак ю, Таргана фак ю да, похоже, что вознесение полностью провалилось ну, может быть это такова судьба метафайса да, постоянно проваливаться в буквальном смысле причем хо-хо-хо в конце концов кто может сказать, в чьих руках находится будущее он повернулся же за задницей к Таргане это последнее унижение просто вообще просто опустили ниже плитуса бедного парня да, Паш? да так, сейчас сценка должна быть ничего не знаю, никакой сценки молчать вот, итак Джакури да, сейчас мы отправляемся в домик Кро или не отправляемся что делаешь? хочу послушать, что люди говорят о вознесении какая хорошая погода да, что? это было все лишь мое воображение да? да, у тебя глюки были, чувак я не могу я не могу остановиться я все время что-то покупаю остановите меня как я себя чувствую? я себя чувствую роскошно понятно то есть у людей такое замешательство было, по сути, да? да помутнение небольшое потому что они ни слова не говорят про этот Ассеншн этот, например, чувак вообще говорит добро пожаловать в Пассалию город природы и благословлений ну ты ж видел, как пробуют Масбитым просто да да уж печально, что люди меня смотрю ладно собственно, я в доме Кро и здесь, надеюсь, их поют да зачем? зачем? ладно ах, ты прикинь, короче а если бы они здесь задний фон палатки мы поставили а я знаю, почему тут SECRETPOINT да? и почему же? потому что сверху на кровати кокону лежит блин чтобы за по всем позаботились кады и так кокон кстати ты не жалуешься на меня не о чем не жаловаться ну а коконе а ну вообще-то на сама этого хотела это не твоя вина поэтому чем не жаловаться даже если я так то предложила такой план да но в конце концов кокона сама все решила ну и кроме того она не умерла и все еще и шанс что она выживет да поэтому даже если бы хотел слишком рано еще на тебя обижаться за что-то да если бы я узнал что ник вообще никогда не проснется может быть я бы чему-нибудь и придумал бы понятно ну что же делай че хочешь окей так че теперь ой боже мой начинается синтез ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой так сначала я бы хотел сходить паж знаешь куда но по данжам иди в особенности в мун кульверт начнем с трущоб там сцена будет где в трущобах трущобах сейчас а после лифта после лифта в тельмину там напугал ладно тут шобах ничего кремену не иди через трущобах я буду я зайду и через парк так чисто а понятно вниз не пускают паш угу ну че заправляйся к ситии да да что такое сития чего у тебя такое лицо волнующее волнующийся взволнованы взволнованная блячит и вообще аку взгляни-ка на это что это это металлолом просто обычный кусок металлолома ингредиенты которые используют для него были очень крутыми но сейчас их эффекты полностью пропали и и что еще хуже она даже не взорвалось и никогда раньше такого бесполезного куска металла не делала довольно странно да но что я должна с этим делать теперь никогда такого короче не было может быть его просто вы выкинешь что может быть оно и показалось провальным но это все еще предмет ополненный моей любовью оружие может быть бомба кусок металла пожалуйста не пытайся чё там себе надумать когда вот это реально просто кусок металла ничего не больше не меньше кусок металла теперь нужно по сражаться в парке да 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 что это единственное место ли мы сможем сражаться что-то как битва нужна была да 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 Любовь! Снова богиня любви надо мной посмеялась. Да, может, она просто надо бы поиздевалась. Да, но ее улыбающееся лицо я ни с чем не спутаю, поэтому никаких проблем. Понимаешь, я пошла купить ингредиенты для своего следующего изобретения. И тогда я увидела девушку с прической под горшок. И я вспомнила тебя! И я немедленно начала работать над синхро-брендом номер три! Я даже добавила немножко экстра-любви. И что ему случилось, после того, что ты его добавила? Ну ээээ сейчас ээээ это нечто, что ты можешь с нетерпением ожидать, когда ты его сделаешь. Ага. Если мои предположения верны, ты должен сделать нечто невероятно потрясающее! ээээ это можно интерпретировать интерпретировать по-разному. Выпустите меня отсюда! эээ эээ итак, мы можем сейчас его сделать, нет? Да. Да, конечно, мы можем сделать. У нас есть команда Мир, и мы можем его взять прямо сейчас! И у нас есть все необходимые ингредиенты для этого, и даже поставили акова. Дополнительное третье, да? Угу. Что-то механическое, что может экипировать крово. Очевидно, оружие, да? Что-то что-то Довольно сложные ингредиенты, на самом деле. Та же микросфера. Кстати, у нас 12 штук микросферы, вообще шикарно. А где поставили акуль отбрать? Она покупается у нее, у Синти. Угу. Да. Ну что ж, давай, торопись и добавь сюда свою любовь. Ага, я уже это делаю. Я все еще не понимаю, как ты, как ты это делаешь? Ну, я не могу объяснить это словами. Ну, и кроме того, у каждого свой способ добавления любви. Я постоянно, например, доливаю ее. Хотя выглядит так, будто бы я нормально работаю. я ничего не вижу, помимо того, что она действительно нормально работает. Ну, что означает, что моя любовь это секретная любовь? Невозможно. Да, это действительно, по-моему, невозможно. Фу, какие вы противные люди. Вы просто не понимаете мои девичьи чувства. Серьезно, что ли? Я даже не хочу знать об этом. Ах, что за люди? Тогда когда вы увидите результаты, вы поймете. И как ты собираешься объяснить эти чувства? О, блин, только-только заметил, что он меч, который она точила, он соскочил и врезался в дерево. Блин, жесть, ни разу такого не видел. Она его кинула туда. Да? Фак. Опасно, опасно. Мы сделали это кул. Получилось отлично. Кстати, действительно получилось отлично. Выглядит здорово. Ух ты, мы сделали нечто потрясающее. Да, это верниер, это дрель, да, по-моему? Сейчас. Ну, вот это, короче, штука, которая крутит сверло, по-моему, не? Сейчас. не знаю, просто. Минуточку. не знаю, что это такое, я не знаю, написано верниер, да? Но это фигня. Да, это, на самом деле, не то. Нониус верниер. Я не знаю, что это такое, серьезно. По-моему, это все-таки сверло, обычное. Вот правда. Насколько я помню, в описании этого оружия, оно постоянно крутится, как дрель, при атаке, да? Это штангенциркуль. Нет, не может быть. Я картинки открыл в гугле, это штангенциркуль. Я ничего не понимаю. Капаш, дроп, с меня хватит. Ладно, я скажу, что это просто верниер, Или нет, или что это? Я тебе говорю, это просто какое-то сверло, наверное. Вот. В общем-то, это ничький верниер. Да, другого такого оружия нет. Да, как будто бы другой кто-то сделает такое же оружие. И где же твои девяти чувства? Ну, разве то, что в этом оружии есть верниер, определяет то, что в нем есть какие-то девяти чувства? Ты что, серьезно? Конечно, я серьезно. А ты посмотри внимательно. Вот, вот эти вот части, которые действительно показывают, что в этом оружии есть девяти чувства. О-о-о-о, неплохо, Джакури. Я нифига не понимаю. Ты что, идиот? Этот верниер действительно отдаёт девичьими чувствами. Прямо тебе вот с лицом видно, ну? И вдобавок, он мультискоростной. Точно! Но не надо выставлять его на самую высокую скорость. Он, наверное, просто отлетит. и заодно заберёт с собой пользователя этого оружия. Потрясающе! Такое сильное чувство ощущения девичьих чувств. Ха-ха! Наконец-то кто-то, кто меня понимает, я так рада! И какая вот эта вот часть этого инверниера, это девичьи чувства? Я ничего не понимаю! Вот ты дурачок, но непонимание этого это просто преступление! Ой, да не надо на него так напирать! Он просто малость глупой, тупой! Сейчас! Что такое дискеринг, а? Дискеринг, проницательный! Во! Да! В общем, в следующий раз попытайся быть более проницательным! Ээээ... Я могу тебя полностью уверить, что даже если бы у меня была целая жизнь на то, чтобы понять где дискеринг и чувства, я бы всё равно этого не понял! Я тоже не понимаю! Проклятые бабы! Вечно какую-то херню сделают, а потом мудрый! Ты ничего не понимаешь! Да? Паш, ну это же правда, да? Угу! Да просто бабы! Вот, естественно, он лучше! Надевай! Итак, после того, как мы закончили с этим невероятным копьём, то мы можем отправляться по сюжетке, не так ли, Паша? Что у нас? Да! Да! И здесь, по-моему, будет тот самый гимн, Паша! Что будет? Гимн тот самый, который вперёд кое-кто! Ну, кто? Известно, кто был! Да! Отправляемся в Лакру, как, собственно, и собирались! Для этого можно спуститься в Тельмину, поэтому идём на лифт, который туда идёт! Единственное рабочий стучок! Лука! Леди Клоша, вы в порядке? Я так рада! Я думал, что уже не смогу спасти вас! Ты защитила меня тогда, да? Спасибо тебе! Нет, я не заслуживаю вашей благодарности! Тогда часть меня хотела убежать! Этот ответ полностью описывает тебя! Эй! У меня есть вот это вот странное ощущение! Может ли быть это... Мы здесь, Леди Клоша! Вы можете сами двигаться? Кро! Да, Клоша уже за километр чувствует Кро, да? У меня странное ощущение, да? Лука! Это Крада! Вы в порядке! Это Крада! Ты в порядке, да? Что не так с Леди Клошей? Когда началась песня, она неожиданно рухнула. Суп тоже! Что? Тогда Леди Клоша тоже... Ну как бы все уже поняли, что Леди Клоша это АПД, да? Вот, совершенно очевидно, что как администратор Инфельфиры, да, сервер, который руководит Инфельфирой, она тоже АПД, это тоже было очевидно уже. Вот. Что случилось? Я потом тебе о деталях расскажу. Отправляемся к Лакре. Итак, с нами теперь Лука. Собери группу. Давайте соберем. Паш, я знаю. У нас будет Амриф и Кро, да. Санри. Соро. И мы надеваем радужный комиссоль на Луку, который обалденный кусок экипировки просто. И какое у него там колечко было? Градно там. Парамена предлагаю, она получше будет. Да. Видишь? Нет, 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 у неё плохо с Бёрстом. Да ладно. Ладно. Да будет так, Паша. Да будет так, мой друг. Так. Так, девятый лифт нам нужен. Или какой? Седьмой, да? Седьмой. Сдаём. Совсем страх потеряли. Оборзели просто. Это, Вань, тут сейчас гимн будет. Да. Скоро. Сейчас будет гимн. Ваня, Ваня! Эх! Эх. Третье. Повторяйте. Понимаю! Повторяйте! 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 Повторяйте, мы. Хм, я делаю. Они зашили. Ментально... Повторяйте. Повторяйте. Опять омоге. Берегите. Бтерь? Быстроим начинаем. Берегите! Берегите! Повторяйте. Берегите. Добро пожаловать на наш канал! Пожалуйста! Стоять! Хм... Ярва... Мендуно. Ну, хорошо. Паш. Что, что? Давай в Клакли, посмотри, ну. Что я думал, смотри, что мы Клакли? Давай в Клакли или нет, ну. А, В этого нет. Не-не-не-не, на сейвпоинт. Там Клакли, да? Бей. Не-не-не, не. В течение раздевается. А, кто? Не-не-не, не. Да, Сасуга. Еще ангельский металл две штуки. Везет. О, как ж? О, как? О, как? О, как-то. О, как? О, как? О, как? О, как? О, нет, это старики. Да и же стариков. О, нет, это не так. Субтитры сделал DimaTorzok 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 кокона и так же куришь тоже мы должны делать но мы должны просто заняться экзорцизмом буквально причем понятно вы должны сражаться с этой штукой ой да и надо ее так бояться это просто маленькая часть ненависти которая здесь собралась да все нормально а же курит еще не совсем не чувствуешь страха кросс слушай ты уже должен был привыкнуть на и богу ну как грубо я просто говорю что этот этот вот этот вот довольно милый по сравнению с другими да если бы я его сделала он не был бы таким незавершенным что ты хочешь сказать говоришь будут уже подобное совершала кто ты тебя лучше не знать мы все нормально я понимаю прекрасно чувство этого существа поэтому я могу создать песню которая будет прекрасно работать против этих эмоций и когда как вы будете готовы просто крикните мне и я начну петь да ладно пошли сохранить на всякий случай да забей вот это финальная битва сейчас будет больше ну собственно но паникует контакта не стиль реагирует на песню приближается а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот только ей этого еще надо, да, Паша? Делать ей больше нечего. Я думаю, что она не может быть. Но даже если бы она это сделала, я просто подумаю об этом как отложение своего самоубийства. Псих. Эта система называется имплант. Есть песня под названием имплант, которая исполняет и контролирует ее. Песнь? Гимнас? Да, если пропеть эту песню, то инфифиры восстановят всю свою дату до того, как была реформатирована. Дата, это данная. Данная полемода. Паш, вот что ты такой противный, а? Это также означает... Англицизм. Да, я знаю. Это также означает, что все IPD восстановят свои... Вернутся в нормальное состояние. Короче, восстановитесь из бэкапа. Да. Ну, собственно, Джакура здесь и говорит, что мы восстановим бэкапы просто банально. Да, так оно и есть. Так оно и есть, ребята. Вы совершенно правы, ребята. Да, да, да. Эээээ... Ну и где этот кристалл? Химуне-кристалл. Имплант в... ...канаканатуттея. Он спрятан внутри канакана... ...в гавани канаканы. Так что... ...канаканатуттея где-то находится... ...нато... ...вотаси не могу понять. Но точное место, где он находится, я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. ...что лучше всего бы было, если бы я пошел с вами, но... ...ээээ... ...ээээ... ...не совсем сложился. Он просто... ...ээээ... ...восстанавливается, скажем так, во время игры. Да. Извините, ребята, и спасибо вам. Вы, которые создавали будущее... ...пожалуйста, дайте мне возможность видеть будущее... ...которое вы пытаетесь создать, стольким рискуя. Честер... Спасибо. Честер, спасибо. О, Фрелия проснулась. О, Фрелия проснулась. Ну чё, как ты, Фрелия? Ты уже чувствуешь себя получше? Да. Эээ? Эээ? Эээ, Шун-чан-то, может быть, Эн-ча? Эээ, Шуни! А может быть, ты... Эн-ча, а? А как ты, куда ты об этом узнала? Эн-ча... Ну, каждый раз, когда ты во мне волнуешься, ты всегда смотришь, как будто бы мимо меня. Когда говоришь это. Это одна из старых привычек Эн-джи. Как я и думала, ты Эн-джа. Больше не использую это имя, я теперь Шун. Кто такой Эн-джа? Я, наверное, когда стрим будет заканчиваться, скажем, да, Паш? Потому что это нигде в игре не будет. Потому что это нигде в игре не скажут. Это можно и сейчас говорить. Это просто такой вот резкий такой вот инфодамп, что типа... А это Эн-джа? А кто это? А хрен его знает, да? Вот так. Да, мы забыли добавить эту инфу. Да, мы забыли добавить эту инфу. Читайте доп-антериалы, да? Вот. Короче, когда Фрелия создавала башню, да? Она, естественно, не создавала её на пустом месте. На месте Метафальса, тогда была маленькая деревня, да? И старейшный там был никто иной, как Джаза, который потом стал первым папой, да? Вот. Так вот, вместе со старейшным там был один паренёк по имени Энжа, да, Паш? Ну. Вот. И... Ну ты помнишь эту историю? Расскажи, расскажи. Вот. И, короче, он очень сильно подружился с Фрелией, да? И... Когда башня не была достроена, произошла Гранд Нод Инферия, он с лечением времени избрал не смерть. Вопрос там как? Я вот это так и не понимаю. Да. Он просто-напросто скорее всего, я не знаю... Вот я тоже не знаю, как он это сделал. Ему подготовили, скорее всего, это тело. Да, скорее всего, как-то подготовили. Как бы то ни было, он теперь существует как Шум. Вот. И, собственно, там есть вот небольшая такая практически любовная история между Фрелией и Энжей, да? Вот. То, что это была вот не просто дружба этого парня с Фрелией, а там, по сути, реально вот любовь была целая и так далее, и так далее. Поэтому из-за этого в фан-сообществе у Фрелии прижилась одна нехорошая кликуха. Да, Паш? Да. Вот. С учетом того, что Шун это, по сути, собака... Любительница собака, короче говоря. Да. То, по сути, Фрелия имеет прозвище Догфакер. Вот. Нехорошее прозвище, да. Совершенно неверное причем. Да. Не особо оно верное, но... Но, тем не менее, оно более-менее... Начиная с того, что он тогда был человеком. Да. Нет, но сейчас он-то не человек, поэтому Догфакер... И поэтому неверна первая часть, а вторая часть неверна по определению. Да ладно, а кто она тогда? Если это не Дог, то кто? Она не может совершить вторую часть. А, почему может вообще-то? Не может. Да ладно. Чего нет? Чего нет? Чтобы совершить, ничего нет. Чего нет? А! Она Ориджин. И что? Она не Шуреля. Только Тирия. А, задача плохо, а что? Я тебе говорю, оно неверно в обоих частях. Но существуют все-таки какие-то способы, Паш, еще существуют. Существуют, существуют. Да, есть, например, не классический секс. Вот, поэтому она все равно Догфакер. Все. Нет, просто это уже прижилось к Фрелле, это уже никак не отнять банально. Вот. Да, вот поэтому такая вот история, короче, и Фрелле ни много ни мало, но трахает собаку. Все. Да. Спасибо тебе, Шуни. Да, спасибо тебе, Шуни. Шуни-пуни. Да, я прям такую ностальгию сейчас почувствовала. Ух. Натскащий такой ревельный ненгец я на Айдаро. Да, но разве можно назвать это сейчас, вот, ностальгии, да? Сколько лет прошло? 400 лет не так много, да, Паш? Это все. Да ерунда. Хе-хе-хе. Знаешь, для тех в чем распоряжение вечность? Да не такая уж она и вечность в их распоряжении. Рано или поздно и всех, всех под топор подведут. Хе-хе-хе. Ну вот, ты прав. Хе-хе. Она сейчас взлетит. Хе-хе. Ну вот. Ну вот. Хреня, ты в порядке? О мой. Я чувствую себя тяжелой. Я чувствую тяжесть. Ха-ха-ха. Еще лучше. Чувствую тяжесть, да? Как будто бы утюг на меня давит, как солнце. Или наоборот. Хех. Твоя голова? Да. Да. Твоя голова не имеет силу. Эээ, Фрелия далеко не Лоля, кстати. Вот. Шурелия там еще спорно была как-то, да? То есть 15-16 лет. Эээ, Шо-ээ, Фрелия она вообще не Лоли. Ей по-моему все 17 или 18 было, когда она эту штуку начинала строить. Эээ, по биологическим. Подожди. Подожди, подожди. Каким макаром? Шурелия старше. Да ладно, что ты мне рассказываешь? Она старше. Да ладно, рассказывай дальше. Значит, технически старше, она раньше создана. Ладно, ща посмотрю. Ща, 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 сек. Но не даром Шурелия Альфа-1, а Фрелия Альфа-2. Ща, сколько ей лет? А хрен его знает. Здесь не написано, насколько она выглядит. Написано только ее... Нет, не насколько выглядит, она реально, она старше. Ну хорошо, смотри. А Фрелии, ээээ, ща, столько лет. А Шурелии ща посмотрю. Так, щас я уже смотрю. Да, конечно, блин. А не одного возраста, рассказывай мне. Нет, нет. Ты забыл. Да, 739 одно и другое, все. Да, но между этим... Блин, Шурелии 739 в первой артонелика, а Фрелии 739 через 2 года во второй. Ну, значит, на год старше, господи, ерунда. Ну, на сколько лет она старше? На год, Паш. Там не год прошел. Год, 740, а на артонелика 2. А, ну вот. Вот и все. Ой, боже мой, чине разница. Целый год, боже мой. Здорово. Целый год. Это все фигня. Я просто говорю, что... Год это ерунда. Вот. То есть, если, допустим, ей 16, то... Ну, Фрелии... Фрелия точно так же выглядит, в общем-то, на 15-16 лет, как и Шура. Реально. Ну да. Да. Они все так выглядят. Кроме Тирии. Тирия выглядит старше всех. Ну... Ну, это чисто от артизии. Но она старше всех выглядит, серьезно. Нет, мое... Все мое тело. Я чувствую себя так, будто во мне не осталось никаких сил. Привет, кстати. Что? Такое чувство, что... Выщем... Что это за сердце? Возьмите, что я стремлюсь от того, как кто-то внушился. Где это? Что? Наркомания. Героин, видимо, не выветрился. Что-то не так? Контактор ринг... Бейнои-эриана-кангода... Бейнои-эриана. Ээээ... Бейно... Ааа, сейчас. Что-то не так? Ээээ... Сейчас... Не территория, а, это... Паш... Сектор? Сектор Беной, да. Ээээ... Проводня... Кольца... Проводнякового кольца, да? Я... Потеряла... Ч... Ты представил его чуть-чуть, скажи... Да... Я потеряла ощущение. Беной... Там же находится гавань Конаканы. Да, место, где я спала не так давно. Может быть, такое, чтобы кто-то взломал? Да... Ворвался... Да, ворвался туда. Да нет, слишком смехотворное предположение. И... К большому удивлению, это правда! Куда? Шун-чан? Шун-чан? А... Ах, извините. А, да, извините. Идем, Фредиа. Идем, Фредиа. Куда они пошли? Хрен их знает. Нет, вообще непонятно. Куда... Это некуда идти, реально. Ну да, реально некуда, серьезно. Кстати, Тири точно так же поступил. Когда появилась. Я пошла, и куда-то пошла, и все. Ну, как бы да. Да. Оааай... У них, видимо, какая-нибудь лачуга, да? Есть где-нибудь? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе... Да, где они проводят время от... Глаз Лицких... в любом случае мы должны позволить леди клоше и коконе отдохнуть хорошо отнесем их наверх эй вы в порядке а ты в порядке ты в порядке да я нормально ну естественно лука порядке наш и волноваться гавань конаканы да да в том месте обычно столько многих секретов и я никогда не знала некоторых из них кто там она занесла с собой портабельный магнитофон который тоже начинает проигрывать ее тему да где лука она в порядке рейша мама лука да и так рада ты в порядке что ты здесь делаешь сразу за такое что делаешь ты не нужна я увидела тебя на в новостях они сказали что тебя казнят поэтому я запомни кавала долго что добиралась понятно но я рада что ты в порядке я испытываю такое облегчение смотри как ты видишь я по абсолютной норме все окей да я вижу а леди клоша а тоже в порядке поэтому ух ну и рада что ты в порядке а теперь я пойду домой вот серьезно да рейша рейша это нормально вообще да я просто должна была быть уверена что лука в порядке так что это нормально все я могу идти домой ну окей рейша бред сэнка бред серьезно ничего не понял зачем да кстати магнитофон забыла лука а хва хва что-то не так блин не ничего блин случайно нажал кнопку в общем она там это насчет рейши спрашивала да насчет рейши чё так волнуюсь насчет рейши нет я просто это ну ладно ну что ж мы отправляемся в гавань канаканы завтра и будьте готовы к этому эй кро будет ли нормально если я останусь здесь чтобы позаботиться о твоем доме горку там сделать да почему там ты хочешь это сделать ну а кто будет заботиться о леди клоше и коконе пока здесь никого нет а ты права ну я вообще-то хотел остаться здесь ну ладно хорошо тогда мы оставим этот дом в твоих руках хорошо если представляю как она валяется на постели кро и ну в общем да не получится у кошки ну она и пододвинет лука покинула партию это уже бы такое извращение а чё не так что ли все знают такая лука да и так вы закончили сейчас сюжетку с лакой 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 блин ужас да да ну и собственно сейчас будет сенка с мир да ну так вот ну вообще-то мне как-то вот нравится да ну это тот штука который мы победили туда в лаке за дома она была довольно милая да господи мир смеется она смеется ли все ваш друг я не хочу испытывать кошмары свиньи ночью вот та игрушка имела такой милый дизайн так что я тоже наверное себе хочу одну что тебе не понравилось я аж просто пыталась более вести себя более жесты на также как лука нет я просто не был уверен как на это реагировать но в любом случае что ты нашла милого в том монстре но есть множество стадий ступеней милоты есть вещи чья милота может быть описана довольно аккуратно с довольно с большой точностью и милота которую невозможно объяснить простыми словами ну и милота который я говорю попадает в последнюю категорию вместо того чтобы спрашивать о ней ты должен был прочувствовать но по крайней мере точно могу сказать что я никогда такого не смогу сделать ты так быстро сдался как как ты жалок я лучше буду жалок чем буду испыта понимать то что называешь милым итак сейчас нас ожидает сумки да причем так довольно прилично не очень-то много на сумме раз два три крафт 4 до и крафт опять-таки ну я предлагаю это сделать уже на следующий стрим типе паша да посмотрим вот потому что я в принципе уже более устал на самом деле зевая мне еще как бы у меня последний работа до уходные за завтра слава богу уже сегодня мне завтра завтра сегодня пятница вот как бы то ни было на сегодня пожалуй стрим закончим и завтра вместо меня страдать будет паша 3 дня подряд он будет страдать очень скорее всего завтра стрим будет да книги не есть куда деться от правосудия до 8 loved resting будет будет в девять вот я appliances что я могу лето немножко опоздать Но это ладно Да, если есть возражения, то пишите насчет девяти Опять-таки Вот такие дела А на сегодня со стримом все Большое спасибо Всем, кто его смотрел Вот, и тем, кто его не смотрел Вас настигнет кара господня Об этом я сам лично позабочусь Вот Ну, в общем-то, да На этом все На самом деле у нас ни рабочие не связаны С обычным расписанием Ни у меня, ни у тебя Да, конечно Я, в отличие от Дико, анонсы запиливаю Да, я в первом поздравении это делаю Я вдобавок практически весь день сплю Чуть ли не до вечера Ты просто лентяй, не хочешь это сделать с утра Да, да, просто, наверное, как лентять Понимаешь, я, короче, утром уже Нахожусь в состоянии таком же, как Фрелья находилась Недавно, да? Слушай, не рассказывай мне, в каком-то состоянии находишься Я знаю, в каком-то состоянии находишься Нормальное состояние Да, в плохом состоянии Я все две недели в таком состоянии нахожусь Нет, вряд ли Вот, кстати говоря, только что заметил, что у Кро Даже на лампочке всякие голограммы телевизионные Паш, это же чудовищно, да? Пошмар Да Ну ладно Да, короче, анонс будет Будет завтра с утра, я повешу туда Разберусь с одним делом и пойму, что у меня все нормально Я тогда с утра повешу анализ Все тогда, ребят, спокойной ночи Спасибо за то, что пришли, посмотрели Порадовались Да Или не порадовались Эти, кто не порадовался Спасибо за внимание, да Не пожалеют об этом Да, будем ждать вас на следующем стриме Да До встречи, ребят Спасибо за просмотр!